За порядком на дорогах всегда пристально следят сотрудники госавтоинспекции. Особое внимание участникам дорожного движения уделяют в часы пик, когда из-за спешки водители не всегда соблюдают правила. Для того, чтобы урегулировать поведение всех участников дорожного движения, на общественное обсуждение была вынесена новая редакция Кодекса о административных правонарушениях, где инспекторы ГАИ предложили ужесточить по некоторым нарушениям наказания и увеличить штрафы. В настоящее время на общественное обсуждение вынесен проект Кодекса об административных правонарушениях и Профессионально-исполнительный кодекс Республики Беларусь. Каждый участник дорожного движения может зайти на правовой портал и оставить свой комментарий, прочитав и ознакомившись с изменениями проекта Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Хотела бы отметить, что в настоящее время рассматривается введение бальной системы. Это будет являться профилактической мерой и в первую очередь она сможет ограничить от управления транспортным средством водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Введение бальной системы не коснется водителей, которые единично нарушают. То есть одно-два нарушения именно будет направлено на водителей, которые злостно и систематически нарушают. При наборе 10 баллов в течение одного административного года с момента первого взыскания водитель будет лишаться права управления на полгода. Такая профилактическая мера поможет устранить от управления систематически нарушающих правила дорожного движения водителей транспортных средств, уверены инспекторы ГАИ. Но в новой редакции кодекса об административных правонарушениях это не единственное предложение. Рассматривается изменение административного взыскания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Рассматривается порог от 0,3 промилле алкоголя, выдыхаемого в воздухе, до 0,8 промилле. Санкция статьи будет предусматривать штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на три года. Если же водитель попадется в поле зрения сотрудников ГОИ, находясь в состоянии алкогольного опьянения и выдыхаемого в воздухе будет более 0,8 промилле алкоголя, то штрафная санкция будет суровее 200 базовых величин и лишение права управления сроком на 5 лет. В случае принятия новой редакции для водителей транспортного средства будет много изменений. Например, будут штрафовать за превышение средней скорости движения на определенном участке дороги, а за езду без техосмотра можно будет получить только штраф от одной до трех базовых величин. Мнения самих водителей по поводу новой редакции кодекса разделились. Кто-то видит в этом одни плюсы, кто-то к изменениям настроен негативно. Честно, я вам так скажу, не углублялся в эту тему. Вкратце в интернете кое-что смотрел, но я себя считаю и всегда был водителем прилежным. У меня нарушений крайние. Ну, ремень бывает где-то, может, разговор по телефону и то по другой работе. Поэтому я надеюсь, что мне это не коснется. А в принципе, ну, если ГАИ считает, что так надо, пускай так будет. На счет баллов этих, ну, скажу, что я как бы против, если честно. По мелочи один балл какой-то заработать, а потом еще пару штук, ну и в итоге, и что, лишение? Нет, я не согласен. Я думаю, на счет превышения скорости это правильно, потому что некоторые водители, они не соблюдают скоростной режим. Вот, и может, такая мера, она поможет немножко их заставить задуматься о том, что они делают на дороге, потому что это ответственность перед детьми, перед остальными людьми. Вот, это хороший вариант. Честно сказать, бессмысленно. Потому что кто работает водителем, ну, чаще всего могут нарушать. И лишаться на полгода прав, это получается лишаться работы, правильно? Во-первых, медленно нарушение, наверное, будет, так предполагаю. Потому что сильно много нарушений, все равно, когда есть специальная система, уже будут люди задуматься о том, как бы, чтобы не нарушать. Проголосовать за или против новой редакции кодекса об административных правонарушениях еще можно. Голосование продолжится до 28 мая, и, возможно, именно ваше мнение станет решающим. Продолжение следует...